Ну шо, здорово, лысый. Ты меня не ждал, а я приперся. Будем с тобой веселиться сегодня, да? По глазам вижу, что ты рад дофига. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну чо, малой, чо по глазу и ты наш. Будем тебя сегодня мучить, да? Чо ж ты вылупился-то так на меня, а? Тебе надо принести шо? Бутылочку из холодильника взять, да? Ну я так и понял, по глазам видно. Хочет сосать. Бутылочка. Надеюсь, оно пастеризованное. Вообще хер знает, что такое пастеризованное. Никогда в жизни не задавался этим вопросом. На, пей. Ха-ха, шо, обрадовался и обосрался тут же, да? Ты думаешь, я буду за тобой выбирать, да? Ладно, правильно думаешь. Мне ничего не остаётся. Отнесите малыша на пеленальный стол. А ты можешь научиться вот сюда вот срать, а не под себя, как привык, а? А шо, если... А-а-а! Ты зачем меня так напугал? Я думал, я тебя смыл окончательно. Дурачок, я же ещё в ответственность за тебя несу перед твоими родителями. Вы родили мне тут как-то генератор. Возьмите подгузник. Нифига у себя трусишки классные. Кельвин Кляйн, да? Я завидую. Это что сейчас было? Объясни мне, пожалуйста. Ты на своей газовой тяге улетел туда, да? Так, это не дело совсем. Я запрещаю тебе так делать в этом доме, потому что... Почему? Потому что в таком случае будешь обкеканным не только ты. Вот шо ты на меня опять вылупился, не смотри. Наказание за связь с дьяволом будет жёстким. Пока. Хе-хе, а ты-то боялся. Боялся, что тебя унесёт туда, в канализацию, к какашкам. Там, где тебе самое место. А можно тебе на голову надеть, чтобы ты не смотрел просто на меня вот таким вот взглядом? Пронизывающим, гипнотизирующим. Я просто вхожу в транс, когда смотрю в твои зрачки. Вообще, мне не по себе становится кручена. Уложите малыша. Шо ж ты мне укладываешься? Я же стараюсь, мать твою! Ладно. Дедовские методы не работают, поэтому попробуем уложить как нормального человека. А в кольцо ты и залетишь? О, мы с тобой баскетболисты, да? Эх. В принципе, ты и тут можешь срать, это твоя комната, знаешь ли. Да как тебя упихать-то, бля... Опа! Еле как просочился. Тебя надо было смазать чем-то, например, майонезом. Найдите книгу сказок и сядьте. А по какой статье? Так, а чё за кни... А, вот это, наверное, книжка сказок, да? Принц и кошка. Ты у нас кошатник, да? Сказка про мохнатую морду. В далёкой-далёкой галактике жила-была мохнатая котяра с дофига улыбчивой мордой. Маленький красноглазый упырь уже засыпал, когда мохнатка пришла к нему. Пошли бухать в саду, сказала усатая морда упырю. И они радостно выбежали на улицу, размахивая Балтикой 9. Странная сказка. А, ему нравится. В том саду они видели красивые кустики, шагая по кривой, как зубы упыря тропинки. Они смотрели на букеты венерических заболеваний. И они подошли к фонтану, наполненному вонючим пивасом. Их офигеванию не было предела. Красноглазый упырь не был готов к такому количеству благородного напитка. И в том самом парке поймал Белочку. Он схватил букеты венерических заболеваний и начал дарить их всем. И мохнатой, офигевшей от удивления морде, и цветочкам, и полям. Тогда-то мохнатка поняла, что не стоило пить пивас с красноглазым говнюком. И решила, что лучшим решением проблем будет насрать ему в домашние тапочки. Конец. Вот такая вот сказочка. Я вижу, тебе понравилось. У каждого есть свой конец. Где-то жесткий, где-то мягкий, где-то красный, где-то... Ну, ты понял. Слушай, у тебя такие мешки под глазами, будто это ты бухал в том парке. Аккуратнее с этим, челодой маловек. Ладно, отдыхай, я уже не знаю, что тебе сказать здесь. Спокойной ночи. Может, передушите? А, нет, 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 нельзя так делать, это же ребенок. Посмотрите телевизор. Наконец-то можно посмотреть уарные фильмы. Ну, если вы поняли. И никакие лысые сущие младенцы мне не будут мешать. А, малой проснулся. Я только-только задремал, прикемарило немножечко. Успокойся малыша. Ну, что же он так разнылся-то? Ты что, дверь сам открыл? Ты что, типа дофига большой уже? А ты где? Слышь, зайчик, а где твой братан лысый? Твой братан лысый. 24 на 7. Лысый. Так, я туда не полезу. Тут заперто. Получается, я туда полезу. Ты идешь со мной, ушастый. Только ты знаешь, как общаться со своим лысым братиком. Страшно же здесь, ёб... Твою мать. Я помню это место еще с прошлого раза. Ближе. Куда ближе. Что-то меня штырит немного. Ну, капец. Нанюхался детской радости, называется. А, киса. Слышь, мохнато, я тебя помню с прошлого раза. Приближается черная кошка. Во-первых, это я к ней приблизился. А, во-вторых, что это значит-то? Снова штырит. Черная кошка. Март 2023. Какие-то страшные спойлеры к 2023. Куда ты спрятался все-таки? Ты можешь мне объяснить? А, вот ты где. Не-не-не. Не-не. Не. Все, успокоился? Какой ты молодец. Никаких больше выходок. Пожалуйста, не телепортируйся. Кто телепортируется, тот лысый лох. А, ой. Все, спать. И не плакать, лысина ты полированная. Вот тебе мохнатка, насиловать нельзя. А что ты угораешь-то? Ладно, все, я ухожу. Я вижу по твоему взгляду, что я смущаю тебя, и ты не можешь заснуть. Не смотри на меня из-под лоби, это выглядит устрашающе. Все, пока. Сладких снов. Мой любимый канал для взрослых. А пока дети спят, как говорится, гуляй рука, кайфуй, писюн. Ну что, вторая ночь безумия? Ого. Пузыри как генератор. Вот это тема интересная. Так, а еще что? О, обосрался лысый хрен. Капец, тут можно разгуляться. Тут столько подарков. О, моя машинка. Еще подарок. Да сколько же мне подарков надарили. Вот это интерес... О, собака-то у нас нет. Ну ничего, малыш, та еще собака. Ну и что за дебил тут бардак устроил, а? Возьмите бутылку в холодильнике. Ладно, ладно, уговорили. Бутылочка не хочет, чтобы ее брали. Так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А можно тебя как-то забульбукать так, чтобы ты космонавтом был? А чё у тебя улыбка-то пропала? Я хочу, чтобы ты был единорогом. В натуре же единорог. На. Нормально. Обосравшееся сказочное существо. Погнали менять твои Кельвин Кляйнсы. В этот раз без твоих выходок, пожалуйста. Хорошо? Считай, что я твоя папа. Окей. Короче, сиди, не двигайся. А то смою в унитаз, понял? Ты знаешь, чем это может закончиться? Ничем. Твою мать. Трусы убежали, ты видел? Так, подождите. Чё происходит? То есть мне придётся ловить твои какосборники, да? Ну, видимо, да. Я уже придумал твоё наказание, так что держись, малой. Да вы куда? Ну дайте мне вас поймать. Я ещё за трусами не бегал за всю свою жизнь. Камон, чуваки. Ты чё, повар, что ли? Ещё и угорают надо мной упоротые. Хотя, может, я упоролся. А чё, это вы в очки напялили, мистер трусы? Дофига умные, походу. Хотя, по факту, какашки держат в заперти. И всё. Хе-хе-хе-хе. Шо, допрыгались, труселя? Ваша работа держать коричневую дамбу лысого. Так что больше не отлынивайте, окей? А его сюрпризы пахнут далеко не розами. Да, чё, поглазый? Вложите малыша. Так, а шо ты пялишь на меня? Пожалуй, я смоюсь в уникнетаз с пакеда. За такие шутки, лысые, в зубах бывают... У тебя и зубов-то нет. А в наказание мы будем пробовать новые виды молока. Ты обосрёшься от радости. Интересно, да? Хе-хе. На, лысина. Не такого эффекта я ждал, конечно. Теперь с тобой можно паутину с потолков собирать. Нормально. Так, давай-ка попробуем теперь вот это. Так, нормально тебя раздуло вообще. Хе-хе-хе, может ты музыкант всё-таки? На. Это что такое, блин? Ой. Такое чувство, что ты только что из мошонки вылез, дядя. Так, а это... Ну нифига ты ракетная установка. Лысая. Знаешь, что-то я проголодался. Всё, нормальный бутик получился, чёрт. Хе-хе. Судорожно пытается спастись. Хе-хе. Ладно, лысый, не думаю, что ты дофига вкусный. Тебя даже мусорка выплюнула. Хе-хе. Сорян, конечно, но от нечистых сил тебя надо отмыть. Ну, что ты космонавт, реально. Хе-хе. Хе-хе. Шо, штырило тебя, да? Хе-хе-хе. Нормально. Хе-хе. Оп. Во. Только ты лысину об потолок не протришь. Нога дай в неудобном положении дрожить. Ну, ничего, привыкай. Главное, постарайся не аннигилироваться в другое пространство, окей. Во. И что, и врачи, и скидка стюм тебя наденем. Все как надо. До сих пор уже Новый год, да? Ты отсюда смотришься очень зловеще, когда улыбаешься. Хе-хе. Хе-хе. Тебе понравилось? Ви-и-и-и-и-и-и-ю. Шоу танцы, вы приняты. Не, ну ты явно танцор. Ты прирожденный. Заводила на тусовочках. Я это знаю. Я вижу по тебе. Короче, ложись спать. На животик, да. Чтоб если отрыгнул что-нибудь и не захлебнулся. Найдите книжку сказок и сядьте. На 8 лет, наверное, да? Принц и крольчиха. Красноглазый упырь пришел к лупоглазому кролику. Нормально у них вечеринка глазастых там. Кролик, увидев красноглазого, обосрался. Тогда кролик помчал от упыря с криками. А, нет, я не умру в туалете. Но упырь сказал, что у него нет туалета и он срет только в трусы. Он бежит... Блять! Я же сказку рассказываю, что ты творишь? Походу ему не нравятся сказки про лукашей все-таки. Давай на этот раз барашка тебе положу, который динозавр. Непон, а что это мы буяним? Играй с бараном! А, то есть так, да? Тогда держи мохнатку свою. Ты шо оху... Зайчик нравится, да? Ну хорошо, давай дальше читать. Короче, кролик бежал в диком ахере от упыря. А упырь догонял и улюлюкал как дебил. Насрав большую кучку страха, кролик вылетел в дверь. Красноглазый упырь кричал вслед очумевшему кролику. Я неплохой, это все Балтика 9! Конец, а кто слушал, тот лысый малец. Короче, сказка говно. Но какашка генератору понравилась, а значит все супер. Отдыхайте. Смайлик. Я так и сделаю. Возьму волыну на всякий случай. Чтобы отбиваться от чертей всяких. Видео лупоглазых хоббитов. Ну и кого принесло среди ночи? Ты что здесь забыл? Вообще-то ты должен спать с малышом. Тебе ушко порвали. Скажи спасибо, что не жопу. Да кто пиликает? О, тостер. Тостер? Тости. Короче, какая-то дичь, чтобы готовить вкусные бутерброды. Четыре тысячи. Теперь малыша можно запекать, лол. Наконец-то можно посмотреть тиви. Зайчик убежал. Он упрыгал в дверь. Ладно, ему будет лучше везде, где нет лысого говнюка. Скажем мальчику, что зайчика украли. Тяжелый был день все-таки, даже не успел подра...